Приветствую вас, Светлана. Давайте разберем фальши вопросы, которые вы задаете. В первую очередь хочу сказать, что основываюсь на своей практике, на практике психотерапии и работы с разными вопросами. Вопрос. Я могу сказать, что ответ на вопрос, который задаете вы, никак не изменит вашего, знаете, вот, что называется состояние, да? То есть вы как испытывали некоторые переживания, некоторую тревогу относительно вот этой истории, да? То есть, ну, как вот вы, не знаю, может быть, чувствовали себя виноватой, как вы ощущали себя, не знаю, неправой в этой ситуации. Так вы себя и будете ощущать, потому что здесь есть системная сложность. Сложность заключается в, скорее всего, вашей неуверенности в себе или страхе. Вот, может быть, есть что-то еще, конечно. И ответ вам сейчас на вопрос, вот, правда ли вы задаете барьеры в отношениях с моим молодым человеком или нет, вот, на этот вопрос, ответ, да, ничего для вас не решит, потому что все равно вы будете тревожиться, потому что все равно вы будете переживать, все равно вы будете беспокоиться, все равно вы будете думать, вот, ну, думать относительно, вот, того, о, правильно ли я, там, поступил, допустим, да? Вот, и, может быть, может быть, может быть, эм, вам станет еще хуже, потому что вы, что называется, можете прикипеть к такой вот помощи изменить, да, вам, может, это понравится и, соответственно, вы будете снова и снова к ней обращаться, вот. А ведь желательно-то как раз, чтобы вы научились сами, эм, принимать решения и самостоятельно, эм, ну, условно говоря, нести ответственность за свои действия, вот, и так далее. Вот, это, как мне кажется, очень важно здесь, если мы говорим, эм, по выстраиванию отношений, вот, эм, что касается ситуации в целом, эм, ну, для меня выглядит все так, что вы, эм, можете, эм, пренебречь своими чувствами, вы можете пренебречь, эм, своим самостоянием, самочувствием, то есть, вот, вы сказали, что мужчины не приезжают, потому что, ну, вам не очень хорошо, вы устали, вот, соответственно, когда он, эм, стал говорить, что ты создаешь барьеры в наших отношениях, вы начали перед ним извиняться, извиняться, да. Вот, и для меня эта позиция, конечно, свидетельствует о том, что, вот, себя вы ставите ниже, чем, эм, как бы, его. Да, себя вы ставите ниже, чем, эм, его. И хотя вы пытаетесь, эм, защищать свои границы, хотя вы пытаетесь, как-то, эм, ну, ну, проявлять, эм, проявлять свою активность в отношениях, все равно вы, как будто бы, эм, боитесь, эм, что это неправильно, как будто бы вы сомневаетесь, в том, насколько это верно, вот, и так далее, так далее, понимаете, все, в чем, в чем штук. И вот эта вот, эм, неуверенность в, эм, в себе, она носит, наверное, ключевой характер, потому что, потому что, эм, именно, эм, с ним, именно, с этим, эм, с этим, эм, с характером связано то, что у вас есть проблемы в отношениях, по крайней мере, те проблемы, о которых вы говорите, вполне возможно, что они глубже, вполне возможно, что просто, эм, в определенный момент, там, не знаю, эм, мужчина, например, например, мужчина для вас стал более интересен, там, условно говоря, чем вы сами, что отношения с ним стали для вас более интересными, чем вы сами, что эм, перспективы, там, развитие, там, с ним отношения, перспективы, там, создания семьи для вас, эм, стало важнее, чем вы сами, вследствие чего вы, эм, начали, эм, как бы, как бы уж бояться его потерять, а, соответственно, страх потери тоже с чем-то связан. Ну, это только лишь предположение, вот, но, эм, значит, на что нужно обратить не надо, да, чтобы вот конкретно, эм, решить, эм, эту ситуацию и ситуацию, подобные ситуации в будущем. Вы пишите. Значит, а мне 30 лет, я 2 года встречаюсь с одним мужчиной. Какой значение для вас имеет образ, образ, это первое, да? Второе, насколько естественно то, что вы живете отдельно друг от друга. На 2 года люди в вашем взрослом, эм, так сказать, эм, промежутке встречаются достаточно быстро. Дальше. Какое значение для вас, эм, свадьба и, соответственно, съезд? Имеет ли значение, что съезд после свадьбы? То есть все эти моменты могут, эм, быть, оказывающими влияние на то, что происходит. Дальше вы пишите. Он человек очень эмоциональный. Если что-то идет не так, он задумывает, его сильно задевает. Он меня отключает очень молчание. Эм, здесь может быть как манипуляция, эм, ну, осознанно, неосознанно, он, как правило, неосознанно, реже, очень реже встречается осознанная манипуляция, вот. Это может быть как манипуляция, так и, в принципе, реальное проживание чувств, точнее, я бы сказал, реальная невозможность проживать свои чувства, потому что человек замыкает в себе, вот. И, опять же, считать ли он это проблемой, да, как бы, ну, готов, условно, с этим работать или нет, это тоже очень важная деталь. Дальше, например, недавно очень хотел встретиться со мной и сообщить мне какую-то важную информацию. Ну, почему нельзя было сообщить ее по интернету, да, например. Ну, окей, если для него это важно, хорошо. Время было довольно позднее, я уже ложился спать, был сильно уставший, плохо себя чувствовал и попросил его не приезжать, поразнать с этими новостями до утра. Смотрите, вот это ключевой момент. Вы что-то делаете, да, вы что-то делаете. Вы как-то поступаете, в какой-то конкретной ситуации вы поступаете так, как считаете нужным и так, как вам кажется наиболее верным. По-другому поступить, скорее всего, вы не можете. Ну, то есть, вот в тот момент, когда вы так поступали, я думаю, что вы не могли поступить иначе. Так вам казалось, да? И вот здесь очень важно быть внимательным к себе, Светлана. Когда вы поступаете вот так, такой вот ключевой есть момент, ключевой есть элемент, да, вот, очень важно, насколько вы в этот момент естественны и свободны. Не поступаете ли вы, например, подобным образом из установки, что, там, это слишком поздно, что уже, там, не знаю, в такое время люди не общаются, да, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Да? Понимаете? Вот. Я бы сказал, я бы сказал, что, ну, вероятно, ведь если вы сидите, если вы будете с человеком, да, как бы, постоянно, да, вот, я бы на это ещё обратил внимание, готовы ли вы встречаться, собственно говоря. Потому что, потому что, ну, вот, вот, то, что вы описываете, как бы, наводит на вопрос, да, вы не готовы принимать человека в любое время, но хотите с ним съехать. Вот. Может быть, здесь есть некоторый контекст, может быть, для вас это, как бы, разные вещи, но, на это тоже рекомендую обратить внимание. Так вот. А если вы, естественно, в своём поведении, в каком поведении, в такой просьбе, если вы в этот момент сами собой являетесь, то, эм, как бы, вы несёте полную ответственность за то, что будет дальше. И, конечно, конечно, молодой человек с его особенностями воспримет негативно то, что вы сделали, ну, то, как вы поступили, это нормально. Вопрос к вам, да, если вы поступаете, э, каким-то образом являетесь самой собой, то, э, насколько это важно для вас? Сколько вам важно поступать именно так? И что будет, если вы не поступите именно так? Да? Ну, то есть, что было бы, если бы вы приняли его приглашение, э, точнее, он принял бы ваше приглашение, что было бы, если бы вы пригласили его, чтобы он приехал, рассказал вам новости, вы бы ещё, там, потерпели, не знаю, какое-то время. Да? Вот. Здесь очень важно понимать, из чего проистекают такие ваши реакции. Понимаете? Вот. Может быть, вам хотелось поступить по-другому, но вы поступили так, как считали правильно, и то, что происходит потом, а именно изменения и прочее, это расплата за такое вот не совсем корректное поведение. Может быть, вы поступаете так, как хотите, но просто не уверены и сомневаетесь в себе, ну, привыкли так. Тогда это очень другой момент. Дальше. Э, значит, ну, то, что на неделе пропал, это, повторюсь, манипуляция, осознанно или нет. Я извинилась, вернее сказать, но вот, извиняться вообще я, конечно, не рекомендовал бы. То есть, понимаете, как бы, извинения хороши, когда человек на самом деле не хотел делать то, что сделал. То есть, вот идет по улице, да, толкнул другого, другого извинился, потому что не хотел, не хотел толкнуть, но толкнул. А, вот. В отношениях же, в отношениях же, изменения, на мой взгляд, можно часто злоупотреблять. Люди, люди, а, порой достаточно сильно, вот, злоупотребляют именно изменениями, в том самом деле обесценивая себя. Поэтому, а, если, вот, почему так важно, а, быть, там, условно говоря, внимательным, так, внимательным к себе. Потому что, если вы, а, к себе внимательны, да, вот, если вы к себе чувствительны, например, что вы не будете изменяться, потому что вы будете поступать всегда так, как вам хочется поступить. Это очень важно, очень важно, очень важно поступать именно так, как вам хочется, как вы вот, ну, как для вас естественно поступать. Потому что, если вы не поступаете так, вы, ну, не можете быть счастливы, вот. А, а изменения, соответственно, обесценивают эту историю, изменения обесценивают эту позицию. Вот, изменения, говорят о том, что тех человек, вы в себе не уверены и что, в общем-то, сомневаются. И это значит, давай манипулировать. Манипулировать каким образом? Вот, вот, как раз, пропадая на, на несколько, ну, на какое-то время, да, пропадая. Вот. Как бы, такой вот аспект. Так. Дальше. Идем. Значит. Эм, так, я извинил вас Бернинг Красный, согласно, встретиться, а в момент, когда ему так не было. Ну, опять же. Эм, знаете, вот, эм, какая здесь история. Вы-то извинились, но вы ничего не переписите про, эм, про своё отношение к этому. То есть, вы извинились, а вы, как, вот, ну, вообще, вот, поступите так же, в, там, допустим, в следующий раз. Когда такое произойдёт, а такое произойдёт. Что человеку будут не особо важны ваши границы, эм, ну, вот, ну, личные границы ваши, что человеку будут не особо, не особо важны. И он, эм, будет думать о себе, о том, что важно ему, а не о вас. И вам, эм, снова, снова нужно будет, эм, эм, себя как-то, вот, отстаивать вам, снова нужно будет, как-то, эм, себя защищать, эм, эм, э, вот, в этой ситуации. Вот что будет тогда, да, то есть, как бы, вы извинились, вы извинились, хорошо, хорошо, вы извинились. А, как бы, дальше-то что? Вот. Отношения, эм, у вас, эм, какое? Вот. Ну, ну, в этом, эм, контексте, к себе, эм, там, и так далее. Потому что это важно, это важно достаточно, а вы об этом практически-то и не говорите. Вот. То есть толку от извинений, если вы, например, считаете себя правой в этой ситуации. Дальше. Неужели действительно я создаю такие барьеры, когда прошу перенести на встречу на следующее утро? Нет. Но, ну, важно учитывать особенность человека. Да? Важно учитывать то, что для человека это может быть проблемы. Вот. И, если для вас это важно, то есть, ну, вот вам важно иметь некоторую автономность, вам важно иметь, там, некоторую защищенность и так далее. Для него важно, соответственно, вот, эм, чтобы его не отвергали, то надо обращаться, обращаться к психологу, вот, ему, чтобы поработать со своей эмоциональностью, а вам, может быть, с верностью в себе. Хотели мне еще раз извиниться на это обращение, обращать какие-то шаги? А вы хотите? Эм, да ладно, здесь все правильно, сколько хотите делать. Если вам хочется, эм, можно, эм, то есть там, то самое касается извинений, в принципе, если хотите извиняться, извиняйтесь. А вот, только, я, как уже говорил, эм, дел, 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 э, дел здесь, э, не в том, э, ну, сколько, сколько раз, вы извинитесь. Понимаете? Понимаете? Дело здесь, э, немножко, здесь, немножко в другом. Э, дело здесь, э, в том, э, что дальше будет. То есть, э, дело в том, как вы относитесь к тому, за что, за что изменяетесь. Вот. Я, например, э, чувствую, что вы сами не считаете, что сделали что-то плохое, да, и мне, например, показалось, что вы считаете, что, ну, все в порядке, и я, честно говоря, не могу вас здесь не поддержать. Но, повторюсь, важно быть, важно быть, э, внимательным к себе. Только, э, внимательность к себе поможет вам, позволит вам, э, лучше, э, в таких ситуациях, э, себя чувствовать. Вот. А, в остальных же случаях, э, вы просто будете, вот, э, э, так вот, крайне неуверенно себя чувствовать, в остальных случаях вы будете крайне неуверенно себя ощущать. Вот. И в остальных случаях вы будете всегда сомневаться. Вот. Ну, если, если вы не привыкли, там, словно, доверять себе и т.д. и т.д. Ну, наверное, э, как-то так, э, как-то так мне это видится с точки зрения, вот, психологии и психотерапии. То есть вы больше внимания обращаете на внешнюю сторону, да, изменяется, там, наладишь общение, но, повторюсь, важно, насколько вы в гармонии с собой находитесь. Со мной все порядки, это его личные границы, про меня расшарования, потому что его ожидания не собрали действительно, мне надо бросать ему время, не трогать его спасибо, с уважением, Светлана. Я думаю, что, ни то ни другое. Вот. Сейчас честно вам скажу. Вот. То есть я думаю, что действительно где-то, где-то посредине. А, как бы, слышать, а, страны, э, история атаковала, что, вы сомневаетесь, и, сомнения, э, вас, э, ну, напрягают, напрягают, да, сомнения вас напрягают. Сомнения вас, э, сомнения вас, э, сомнения вас приводят, и мужчины это чувствуют, и, э, понимают, что, э, может быть, выгоноват. Но, с другой стороны, э, э, как бы, действительно, это его ожидания и так далее. Вот. Вот. Поэтому, естественно, она где-то посредине. А, вот. Такого, чтобы, однозначно, о, был брат он, или, однозначно, правый вы, такого не было, вот. Поэтому, э, ну, не знаю, хорошо это, или плохо, но, как правило, в таком не было. Поэтому, поиск гоноватых, как, в принципе, вам сказал мой коллега, Кудрышев Игорь Леонидович, э, э, поиск гоноватых, редко приводит к чему-то позитивному, к чему-то хорошему, вот. Э, э, в конце, в концов, э, отношения, это, безусловно, спринятие, э, себя и партнера. И отношения, в то же время, э, э, отграничивание себя у другого человека. И, э, важно, э, понимать, э, что, э, ваш молодой человек, э, вполне может быть, э, к таким, э, вещам не готов. Или, может быть, э, вы не до конца понимаете, э, э, как бы, с кем вы в отношениях. То есть, может быть, э, пришло время себя спросить, а хочу ли я именно такого человека видеть в своем иммузии, да? Я, сходит мне, э, такой вот эмоциональный ироний, э, э, мужчина. Вот. Самое что, если, если нет, э, э, вот, что лучше договориться об этом. На берегу лучше прямо сейчас, э, э, для себя это решить. Лучше, э, прямо сейчас для себя это определить. Вот. Самое что, потом, потом, когда вы поженитесь, это будет уже несколько проблематично, ну, более проблематично, скажем так. Вот. Поэтому, мне кажется, что нужно вам, э, крепко подумать, вот, э, в первую очередь, э, поприслушиваться к, э, себе, себе самой. Вот, и после этого уже будет несколько более, э, более понятно, да, как, вот, вести себя дальше, э, ну, вот, с молодым человеком, да, то есть, что делать тогда. Я думаю, примерно, примерно, что так можно ответить вам на вопрос. То есть, каких-то, вот, э, э, универсальных ответов здесь нет. Вот. А, другое дело, почему вы спрашиваете нас об этом? Да. Не уверены ли вы в себе, или, может быть, боитесь, или, может быть, есть что-то еще, это вот нужно выяснять. Вот. Самое, что, ситуации такие еще будут, вот, и, конечно, лучше, если вы научитесь самостоятельно с ними разбираться. Вот. Мне, по крайней мере, кажется, именно так. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, надеюсь, что мой ответ был вам интересен, надеюсь, что вы дадите обратную связь. На мой ответ это позволит вам начать работу над собой, вот, и, э, я хочу пожелать вам удачи. Я хочу пожелать, э, всего, э, самого доброго, вот, и надеюсь, что, э, все-таки ваши отношения, они найдут, э, ту, ту гармонию, которую вы ищите, и, э, проблем у вас с таких будет меньше. Удачи вам!